Недавно заместитель командира полка Калиновского Вадим Кабанчук заявил, что даже небольшая диверсионная операция на территории Беларуси будет использована Лукашенко, чтобы скомпрометировать Украину и обвинить ее в агрессии. Глава полка Денис Прохоров добавил, вылазка на территорию Беларуси будет открытием второго фронта, он нам пока не нужен. По-вашему, если ДРГ зайдет на территорию Беларуси, то Лукашенко и армия полноценно вступят в войну. Давайте не рассматривать гипотетические сценарии, они бесполезны. Украина на Северном фронте, потенциальном фронте, постоянно укрепляет свои позиции. Мы все-таки видели, что с территории Беларуси в начале войны заходили, соответственно, российские войска, и территория Беларуси предоставлялась для плацдарменных решений для России. И, соответственно, понятно, что Беларусь в том или ином виде в войне принимает непосредственно участие информационное, дипломатическое и военно-тренировочным образом и так далее. Поэтому, честно говоря, обсуждать то, что является уже очевидным, бессмысленно. Что делает Украина? Украина сегодня, еще раз подчеркиваю, проводит укрепление потенциальной северной линии фронта. То есть там строится заград укрепления, там строится, соответственно, эшелонированная оборона. И внимательно разведчики отслеживают то, что там происходит. Я, кстати, и это второе подчеркну, что с территории российских Курской и Брянских областей периодически заходят российские ДРГ на территорию Сумской и Черниговской области. Там большая линия болотисто-лесистой местности. И, соответственно, они заходят именно для атаки на гражданское население, которое находится в 5-километровой зоне приграничной. И, соответственно, Россия там просто убивает гражданское население. Поэтому я бы, еще раз, не теоретизировал здесь, а просто выстраивал линии обороны, исходя из реалий, в которых мы сегодня живем. Белоруссия, еще раз подчеркиваю, официальный Минск так или иначе активно поддерживает российскую агрессию в Украине. Будут ли они непосредственно участвовать в боевых действиях, надеюсь, что здесь ума хватит все-таки остаться там вспомогательным звеном в этой агрессии. 29 января украинские журналисты начали сообщать об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ. Якобы вечером того дня у него была встреча с Владимиром Зеленским, где ему и было объявлено о решении. В тот же день официальный Киев опроверг факт отставки Залужного. 30 января об увольнении со ссылкой на свои источники стали писать западные медиа. Они утверждали, что президент Украины вынужден был отменить свое решение после утечки информации и под давлением высшего военного командования и международных партнеров. Встречался ли Владимир Зеленский с Валерием Залужным 29 января? Если да, то что они обсуждали? Я, во-первых, не комментирую слуховые какие-то проявления, кто-то что-то где-то видел и так далее. У нас есть очень большой объем официальных встреч президента, в том числе с главнокомандующими, в том числе с командующими ОСУ, направления оперативно-тактических. И, соответственно, об этом мы даем официальное сообщение. Решение, кадровые решения, любые другие решения, решение, касающееся снабжения армии, решение, касающееся определенных планирований, то, что можно сообщить, мы официально сообщаем и комментируем. Что касается, собственно, вот этих всех периодически возникающих слухов об увольнении, неувольнении, еще раз повторяю. У нас есть очень строгая вертикаль управления. Это война, это не политический процесс, должность главнокомандующего не является выборной должностью. Это должность, на которую сам президент, как верховный главнокомандующий, или как президент страны, если это мирное время, если военное, как верховный главнокомандующий, назначает менеджера. Его прямое назначение. Только президент сам определяет, кто будет работать на этом направлении. И, соответственно, я здесь не вижу каких-то необходимостей что-то дискутировать, потому что это не политическая составляющая. Еще раз подчеркиваю, это составляющая военная. Президент, как СЭО, ставит те или иные задачи, получает ту или иную результативность от выполнения или невыполнения этих задач. Делает оценку этой результативности на ставках, например, и после этого четко фиксирует, продолжаем работать, не продолжаем работать, вносим коррективы и так далее. Как только это все будет сделано, безусловно, президент публично заявит или не заявит о том или ином решении, что он, в принципе, всегда и делает. То есть любые решения у нас официально, они сразу комментируются, прежде всего, президентом. Поэтому, честно говоря, постоянные обсуждения. Я понимаю, почему они возникают, потому что, в принципе, стагнация по линии фронта. Никаких объемных событий не происходит. Нет понимания такого, скажем, у всех, я бы так сказал, нет понимания, как будут развиваться события 2024 года. То есть, имеется в виду, мы видим небольшие проявления агрессивных атак со стороны России на авдейском направлении. Но, тем не менее, необходимо понимать три вещи. Первое, как будут развиваться события. Второе, какие есть аргументы у Украины с точки зрения достижения стратегических целей. Это касается и обеспечения армии, и креативных решений с точки зрения управления армией. И третья составляющая – это ресурсы, которыми будет располагать Украина. Для того, чтобы этими ресурсами располагать, как раз-таки наши партнеры должны точно понимать стратегические и тактические задачи, которые в 2024 году будет решать Украина. Вот основные приоритеты. И президент, встречаясь и с партнерами, и на внутреннем рынке, встречаясь с военным командованием, все время подчеркивает вот эти три основных направления. Все остальное – это попытка политизировать. Я, честно говоря, ни в течение двух лет не понимаю, зачем мне, например, в это входить и тоже заниматься спекулятивными какими-то заявлениями. А встреча 29 января была? Встречи все время, еще раз услышите меня, встречи проходят практически в ежедневном формате с военным управлением. Президент крайне активно погружен в оценку военных, вернее, ситуативных дел, которые по линии фронта, ну или там оперативно-тактических обстановок, которые по линии фронта, и у нас ежедневно президент в коммуникации с военным командованием. Еще раз, у нас нету такого 29-го была встреча, 30-го была встреча или 28-го. Ежедневно. То есть, соответственно, безусловно, каждый день проходят встречи президента с военным руководством страны. Господина Залужного вы тоже имеете в виду? Безусловно. Мы имеем в виду абсолютно конкретно генеральный штаб, главнокомандующие, руководители оперативно-тактических направлений, руководители отдельных подразделений даже могут быть, если там необходимо уточнить ту или иную диспозицию под на том или ином участке фронта. Президент, еще раз подчеркиваю, как СЭО, как главнокомандующий верховный, он актуально находится в информации, ежедневно в формате общается по многу раз с различными военными, в различных форматах, в том числе ставка, в том числе военный кабинет, в том числе селекторы, в том числе обеспечительные селекторы и так далее. Как, возможно, отставка Валерия Залужного повлияет на Украину и фронт? Гипотетически не готовы рассуждать. Будет предмет, будем его обсуждать. На самом деле, я еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день не вижу фундаментальных изменений, которые должны были бы быть на этот момент по линии фронта. Ну, имеется в виду те, которые четко предопределяют 2024 год. То есть, какие цели и задачи мы будем реализовать в 2024 году. Исходя из этого, я вижу определенное, скажем так, непонимание проукраинской коалиции, что мы делаем, на что делаем акценты и так далее. Вот это необходимо решать. Вопрос, решается ли это отставками или не отставками, это другая тема. На мой взгляд, это решается как раз таки внятным, понятным сценарным продолжением войны, что делает Украина, что под это нужно, какие ресурсы под это нужно и, соответственно, в какие сроки эти ресурсы могут быть доставлены. Вот это для меня более принципиально важно. То есть, я бы тут подытожил следующим образом. Важно, первое, четко понимать сценарный план 2024 года. Ну, то есть, все, что будет происходить и тактической точки зрения, и тем более со стратегической точки зрения. Второе, какими мы будем располагать под это ресурсами. И чтобы эти сценарные планы, тактические и стратегические, понимали партнеры и точно так же паритетно оценивали необходимость того или иного вида оружия, которое нужно поставлять Украину и, главное, объем этого оружия. И третья составляющая, безусловно, мы не можем отдавать инициативу Российской Федерации, потому что Россия тогда будет усиливать, прежде всего, свое информационное давление на то, чтобы, например, наши партнеры перестали поставлять нам ту или иную технику. Для России, кстати, это принципиальная задача. Мы видим, они постоянно пытаются ее решать, они постоянно пытаются угрожать, они постоянно пытаются уменьшить поток помощи военной для Украины. Вот задачи. И, соответственно, я совершенно не рассматриваю задачи тактического уровня, увольнения, перестановки и так далее. Это все опция стратегического менеджера, в данном случае Верховного главнокомандующего. Он вправе в рамках своей жесткой вертикали, еще раз подчеркиваю, все, что касается военной вертикали, это прямые назначения президента, ну, во время войны это Верховный главнокомандующий, и, соответственно, он вправе делать так, как считает нужным для достижения стратегических целей. Но как только будет факт, тогда будем обсуждать. Честно говоря, слухи мы с вами уже знаем и не раз обсуждали. Это, по-моему, там, десятое уже обсуждение, увольнение и так далее и тому подобное. Смогут ли новые лица решить те задачи, о которых вы говорили? Вы знаете, тут вопрос не новые лица или старые лица, это же не в этом. Вопрос, насколько ты готов объективно оценивать. Мы сейчас безотносительно, опять же, к кадровым решениям, потому что, еще раз, нету никаких кадровых решений на данный момент. И, соответственно, вопрос не в новых или старых лицах. Вопрос, насколько ты объективно оцениваешь сложившееся статус-кво, насколько ты четко понимаешь, как этот статус-кво сломать, насколько ты готов это доказательно, особенно с партнерами, объяснить, ну, то есть, чтобы получить те инструменты, которые нужны тебе для слома статус-кво. Сегодня статус-кво, он действительно стагнационная война, то есть нету продвижения нашего существенного, понятно, российского продвижения тоже нету, несмотря на количественные, там, параметры, которые Россия собирает на оккупированных территориях. Ну, имеется в виду количество мобилизованных, количество старой техники. Так вот, для того, чтобы сломать этот статус-кво, нужно точно понимать, какие инструменты тебе для этого нужны, как ты это будешь делать, какой будет управленческий, креативный подход к этому. Ну и, соответственно, предложить это в виде четко структурированного, понятного плана. Вот и все. Кто это будет делать, еще раз подчеркиваю, я не могу комментировать то, что делает генеральный штаб или главнокомандующие. Это их прерогатива, это их компетенции. Безусловно, они на уровне там ставки с президентом, с верховным главнокомандующим это все обсуждают. Я могу только комментировать факты, которые уже состоялись с точки зрения тех или иных принятых решений. Уже несколько лидеров европейских стран заявили, что нужно готовиться к войне с Россией. Например, премьер-министр Эстонии, премьер-министр Польши или министр обороны Германии. При этом Владимир Зеленский говорит, мы находимся в очень сложном моменте, но можно и геополитически, и финансово остановить Россию. По-вашему, западные политики перестают верить в победу Украины и готовятся к худшему? Я здесь солидаризируюсь с президентом Украины, он абсолютно прав. На мой взгляд, очень странная позиция, давайте готовиться к другой войне. Для меня здесь загадочно, что вы хотите, живя вне войны, вы хотите потом склестнуться с армией Российской Федерации, которая пройдет и будет иметь боевой опыт. Большой армия будет более миллиона людей с боевым опытом. Армия, которая, в принципе, залила кровью одну страну. Армия, которая внесет коррективы в свою тактику и стратегию. С учетом опыта этой войны вы хотите ей противостоять? Это мне, конечно, очень интересно. Не хотелось бы на это смотреть, но это, конечно, очень странная позиция, потому что есть два решения. Либо вы готовитесь к войне на своих территориях без гарантированного итогового результата, а Россия точно будет атаковать, потому что существование России возможно только, когда идет постоянная война. Россия сегодня это четко демонстрирует. Либо вы перестаете заниматься бюрократией, вести какие-то дискуссии, собирать медленно, инвестировать в военное производство, накапливать технику на складах, в арсеналах и так далее, а все это передаете Украине. Неважно, форматы, совместные инвестиции, резкое наращивание военных производств, просто военные поставки. И, кстати, между прочим, сегодня господин Шольц об этом прямо говорит, что европейские страны должны резко нарастить военную помощь Украине. На мой взгляд, абсолютно есть две опции, из которых нужно выбирать. Первое. Вы готовитесь реально к собственным воинам. С Российской Федерацией, еще раз подчеркиваю, но при этом вы должны точно понять, готовы ли к такого типовой войне. И второе. Война уже идет, вы это понимаете, соответственно, перестаете заниматься вот этими, еще раз подчеркиваю, дискуссиями, надо или не надо, в каком объеме поддержать Украину. Насыщаете Украину или ее военными производствами, или военными поставками. И, соответственно, эта война доходит до справедливого финала. Россия должна проиграть в этой войне. Другие варианты, они будут означать крах европейской общей концепции, ценностной концепции и, соответственно, будут означать гораздо более объемные и масштабные кровавые действия на территории европейского континента. Поэтому нужно просто об этом все время говорить. Не забывайте, я честно скажу, что вижу как раз-таки фундаментальное изменение оценки к России, фундаментальное изменение оценки финала этой войны. Нет того, что мы видели год назад. Давайте, может, вы там найдете какой-то компромисс, потому что европейские страны понимают, что с такого типа России компромисса точно не будет. Ведь Россия – это экспансионистская страна, существующая, еще раз повторю, только в состоянии войны. И поэтому я думаю, что они верят в возможность Украины эту войну довести до справедливого финала, в котором Российская Федерация обязательно проигрывает. Другой вопрос, что еще хотелось бы ускорение принятия решений, процедуры принятия решений.